всем привет недавно совсем я показывал и слушал мысленно вместе с вами пластинку группы pink floyd the ball одна из самых знаменитых пластинок в рок-музыке ну так если говорить о массовом успехе о массовой популярности концептуальный альбом в каком-то смысле можно назвать его рок-оперой но самая известная наверное самая первая большая рок-опера появилась в 1900 как вы знаете все шестьдесят девятом году это пластинка группы dhul названием томми великолепнейшая совершенно вещь классическая клейма на ней негде ставить в хорошем смысле этого слова вот такая вот красота просто писаная шестьдесят девятый год если мне память не изменяет четвертый альбом dhul питон сент гитарист и главная действующая музыкальная сила группы dhul как-то написал в одной из книжек иногда мне кажется что мы лучшая группа в мире и с этим трудно спорить вы знаете если говорить о рок-группе не о каких-то грандиозных арт-роковых коммуникациях таких а рок-группе состоящий из четырех человек гитара бас ударные и вокалист то есть можно сказать что это вообще музыкальное трио даже в некотором смысле если учесть что вокалист не поет на записи конечно там много всего наиграно во всех пластинках группы dhul практически но тем не менее это рок-группа это не какое-то вот такое вот грандиозное построение музыкальное и эта штука под названием томми она является наверное единственной в принципе настоящей рок-оперой исполненной рок-группой артисты сами рассказывали о том как записывался этот альбом а записывали они его довольно долго записывали месяцев пять наверное шла работа при этом и постоянно бухали они вообще бухали все время бухали хулиганили дрались разбивали аппаратуру на сцене все это знают все это видели уже в ютюбе там миллион раз устраивали дебоши в отелях автобусах на улицах перед концертными залами внутри концертных залов внутри телефонных будок рядом с телефонными будками то есть везде везде дебоширили между собой разбирались постоянно но они не единственные в этом друг друга ненавидели потом мирились потом опять ненавидели но это не мешало выпускать прекрасные альбомы которые остались в веках в частности томми томми потрясла мир музыкальный опера и продолжает потрясать до сих пор группа была не в лучшем состоянии перед запись этого альбома у них были огромные долги несмотря на то что они много очень играли несмотря на то что синглы их отлично продавались альбомы тоже продавались неплохо но затраты были большие потому что группа много себе позволяла поэтому долги росли нужно было что-то делать и питер там сант решил записать что-то наконец масштабное грандиозное и серьезное до этого пластинки были нормальными рок пластинками состоящими из набора рок песен очень хороших очень мощных и я о них обязательно потом поговорю как-нибудь следующий раз потому что главное наследие музыкальной группы дху конечно же в их первых трех пластинках но принято считать что это вот рок-опера она и является центром творчества дху отчасти это справедливо потому что это был прорыв как я уже говорил весь музыкальный мир вздрогнул пластинка заняла хорошие места стала продаваться года через три по моему если мне память не изменяет а может быть и позже был снят фильм томми и к стыду своему я скажу что я сначала увидел фильм а потом уже послушал вот эту пластинку но так случилось я мне у меня удалось в самом начале восьмидесятых уже приобщиться к такой штуке под названием видео магнитофон и наш общий со всеми ленинградским музыкантами друг саша лепницкий в москве нам показывал классику рок-музыки того времени в частности фильм томми который был снят по этой опере фильм прекрасный хотя какие-то критики английские назвали его худшим фильмом о рок-н-ролле но в числе худших фильмов фильмов был назван еще и фильм blues brothers который я невероятно люблю и смотрел его раз наверно 15 и каждый раз хохотал страшным образом но фильм томми нас с виктором робертовичем вдвоем его смотрели цоем нас потряс невероятно мы влюбились в эту картину хотя дыху слушали уже и слышали много раз не томми а другие их записи но тем не менее этот фильм он просто ломовой совершенно чумовой безумные невероятные там тина терна там если мне память не изменяет играет цыганку наркоманку много там кто играет элтон джон в частности играет много даже я не вспомню кто сейчас очень 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 там интересно все замешано закручено музыка переписана вся для саундтрека если вы начнете свое знакомство с томми с фильма учтите что музыка там вся переиграна переписана и там все звучит по-другому а вот эта волосинка чем хороша тем что здесь как я уже говорил настоящий рок опера не опера то есть музыканты не пытались сделать что-то такое псевдо классическое псевдо псевдо оперная заимствовая заимствую какие-то приемы оперного пения какие-то пассажи из классической музыки используя классические построения с привлечением оркестров с привлечением кучи каких-нибудь экзотических инструментов с привлечением хоров то и все как положено в большой грандиозной опере рок музыканты же обладают такой способностью расти в собственных глазах и вырастать в бронзовые такие памятники самому себе самим себе ну и соответственно создавать вот эти грандиозные полотна с кучей бэк-бокалов с синтезаторами с оркестрами с грандиозными шоу это камешек в огород пинг флойд о которых я говорил тоже недавно и превращать рок-н-ролл в нечто такое в какие-то фуги баха но фуги баха все равно будут с музыкальной точки зрения не то чтобы интереснее но они останутся фугами баха рок-группа не сыграет вот эту штуку а это это другая область искусства и смешивать их бесполезно это будет либо как-то комично и нелепо как на мой взгляд у группы эмерсен лэк энд палмер с картинками с выставки либо как-то пошло и занудно в рок-группа это рок-музыка это не надо вот это вот в одну кучу мешать коня и трепетную лайн в одну упряжку впрячь не можно как сказал поэт и группа записала больше часа музыки связаны связь песни связаны единым сюжетом история ну история напоминает чем-то историю героя пластинки the wall пинг флойд в общем все эти истории они похожи сюжетов в мировой литературе не так много если начать разбираться равно как и в кинематографе там можно на двух руках хватит пальцев чтобы сочетать сюжеты на которых построена вся мировая культура ну я имею ввиду литературу и кинематограф в данном случае театр туда же отнесем эта история парня который оказался за стеной как и условно говоря флада у ну там по-другому он за стеной оказался здесь как раз за стеной по-другому здесь он стал слепо глухонемым просто и так вот рос слепо глухонемым кстати говоря начинается очень похоже потому что отец героя томми уходит на войну и пропадает без вести с роджевым отрасом была история их жизни такая же и в стене она проходит немножко да если вы помните так вот герой этот оказывается за стеной молчания темноты и немоты с ним происходят разные коллизии его бросают бросают не бросает его бросают то туда то сюда пытаясь вылечить то приглашают священника то приглашают доктора то приглашают цыганку которую фильме играет тина терна который шпарит его наркотиками чтобы пришел в себя то отдает его дяде кевину который всячески над ним издевается и оказывается педофилом в конце концов ну а потом томми становится гениальным игроком в настольный бильярд не в настольных такой механически побеждают всех станут миллионером и его провозглашают едва ли не святым возникает такая секта томми летний лагерь томми но томми потом прозревает вылечивается разбивая зеркало благодаря которому он и стал слепо глухонемым и все это рушится и эта секта прекращает свое существование в общем сюжет достаточно бессвязный но музыка его склеивает и все это очень интересно но музыка здесь она довольно неожиданной наверно вам покажется потому что если вы слышали группу доху а вы слышали и не слышали до этого томми доходит в принципе тяжелый рок очень закрученные очень фантазийный очень разнообразный очень яркий не похожий ни на одну другую группу но это тяжелый рок гитарный все равно в любом случае а здесь музыка очень прозрачная и саундтреки к фильму а также на концертах когда группа играет материал томми они играют очень тяжело очень громко очень яростно а здесь очень много акустической гитары на которые виртуозно играется совершенно питтаун шинт барабаны кита муна как всегда рассыпаются невероятным количеством брейков он играет очень много очень громко очень быстро но здесь это все немножко уведено в фонограмме все это слышно барабан и ритм-секция работает но это все очень аккуратно сделано акустическая гитара электрическая гитара бас-гитара который играет тоже очень много но не ревет как мы привыкли обычно в пластинках дэху как в альбоме квадрофиния например следующий рок-опере группа дэху о которой обязательно я расскажу чуть попозже вот там тяжелый рок просто валит так что все ладзепелин и дипепл просто уходят в сторону там такой шквал навал и рев что мама дорогая не горюй здесь нет здесь все прозрачно слышно аккуратно отчетливо виртуозная игра на акустической гитаре на электрической тоже в общем все хорошо здорово и интересно мне очень нравится здесь полотно которое называется но конечно pinball wizard грандиозный хит который на концертах и фильме звучит очень громко агрессивно жестко гитарно здесь он тоже звучит громко агрессивно жестко гитарно но прозрачно и аккуратненько как и все остальное увертюра во-первых первое произведение 350 она длится почти четыре минуты инструментальчик где проходят все музыкальные темы есть ну что такое увертюр классического вертюра так и сделано какую-то очень красиво amazing джонни спаркс инструментальная часть великолепная так такое вот я не знаю вот противное слово арт-рок но это это очень красивый гитарный чистый рок могу сказать и то же самое с произведением десятиминутном андертюра есть увертюра есть андертюра вот это а андертюра десятиминутная но это гораздо интереснее чем все творчество dreams это например которые играют развернутое музыкальное полотно на роковые мне кажется эти 10 минут они гораздо интереснее гораздо тоньше гораздо музыкальнее чем все что играют современные вот эти прогрессивщики хотя не так все быстро здесь не так все громко не так все ревет но в фантазии и музыки здесь я слышу гораздо больше вообще здесь очень много интересного салли симпсон замечательная вещь i'm free здесь очень легкая на концертах это гимн это гимн под который встает толпа кричит подпевает айм фри да здесь это все так тихонечко и всего две вещи здесь есть которые стилизованы под классическую оперу все остальное это чистая рок-музыка в стиле да ху очень узнаваемые гармонические построения мелодические линии очень узнаваемые всего два кусочка есть которые как бы напоминают нам о том что это рок-опера сейчас и сейчас я найду они очень короткие ну неважно в общем два два всего моментика и все остальное это грандиозная лучшая рок-группа в мире как сказал питтауншинт гитарист главный композитор дэху пойду пить и найду вот эти два оперных кусочка переслушаю их пока